3,5 миллиона тенге отдала Карагандинка за новый автомобиль, который оказался с дефекта. Царапины на кузове явно указывают на то, что машина уже успела побывать в ремонтной мастерской. В автосалоне дефектные машины открещиваются, утверждая, что женщина сама повредила авто. Амина Смакова разбиралась в проблеме. Нелли Миллер чуть больше месяца назад купила новый автомобиль в одном из автосалонов города. Вот только радость от покупки продлилась недолго. Еще даже не оформив транспорт в ГАИ, женщина с ужасом обнаружила на капоте и крыле машины дефекты. Ничего не сказали, просто посмотрели. Сказали, примут заявку только в письменном виде. Я тут же написала им эту заявку в письменном виде, зарегистрировала и оставила у них. Все сказали, ответ дадут в течение 10 дней. В автосалоне принимать проданный товар обратно отказались. Там женщине пояснили, акт приема передачи был подписан обеими сторонами. А дефекты могли появиться уже после того, как покупатель забрал авто из салона. Эксперты из общества по защите прав потребителей факт повреждения транспорта после покупки считают абсурдным. Любой эксперт подтвердит, что за такой промежуток времени, менее чем за 24 часа, произвести вот эти действия невозможно. Более того, если бы это даже и произошло, вторая половина дня, это только на следующий день можно было начать, потому что в 12 часов ночи никто работать не будет. Если, конечно, потребитель не имеет свой собственный лакопокрасочный салон, ночью в 12 часов ночи до утра сидеть, заниматься костоправкой и ремонтом. То есть, следовательно, отсюда, я думаю, ясно-понятно, что товар был изначально проданный, дефектованный. Между тем, в автосалоне пошли женщине навстречу. Они предложили покупательнице устранить повреждения за свой счет, принимая во внимание малый срок эксплуатации автомобиля. Однако женщину это не устраивает. Крагандинка уже готовит документы в суд. Исковое заявление уже подано. По мнению опытного специалиста, судебное разбирательство разрешит проблему женщины. Мы вместе с Нелли Миллер будем следить за ходом событий. Амина Смакова, Карат Рашидов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.